Привет! Сегодня у нас на обзоре электронная книга Magellan 5. Это новая версия хорошо зарекомендовавшей себя компактной e-link читалки от Onyx Books. Ну и мы конечно подробненько в обзоре ее разберем, а заодно сравним с некоторыми другими моделями Onyx Books из тех, что побывали у меня в руках. Тут не затягивать долго, начинаем. При виде упаковки мне сразу приходят в голову две поговорки. Не суди книгу по обложке и по одежке встречают. И все это потому, что коробка Magellan по-моему самая красивая в серии. Вот эта вот морская ночная лунная тематика прям ну выглядит просто шикарно. Ну а на оборотной стороне по классике указаны все характеристики девайса. Если захотите, можно поставить на паузу и посмотреть поподробнее. Сама книга у нас почивает в своем собственном ложементе и ждет, когда же до нее доберутся наши шаловливые ручонки. Ну и кроме собственно говоря самой книги, в комплект входит провод с USB типа А на тип С, а также русифицированная инструкция и гарантичка. Корпус тут кстати практически идентичен с книгами модельной серии Darwin. Ну про Darwin 9 я обзор снимал, тоже может посмотреть. По всплывашке нам где-нибудь появится. Ну так вот, в отличие от Darwin, Magellan выполнен в таком темно-синем исполнении и на мой взгляд выглядит ну выигрышнее, такой очень благородный цвет. Правда в отличие от Darwin, чехол тут уже не входит в комплект, ну и в результате при необходимости можно подобрать любой подходящий на свой вкус. Ну или в принципе обойтись, как вот я обхожусь. На передней панели у нас располагается кнопка Home или кнопка назад, как хотите ее называйте. С боков физические кнопки листания. Тактильно кнопочки удобные, клик четкий, даже если давить по краям. Ну вообще такое небольшое лирическое отступление. Наличие физических кнопок это вопрос холиварный. Я делал обзор на книги с двумя кнопками по бокам и про книгу, где была качелька на одной из сторон и чисто про сенсорные девайсы, и в результате всегда найдется тот, кому ничего не нравится. Такова жизнь. Лично меня полностью устраивает сенсорное управление, я им в основном пользуюсь, но для тех, кому нужны физические кнопки листания, вот присмотрите. Сверху у нас расположилась кнопка включения, на ней же в ней же встроен индикаторный светодиод. На нижнем торце порт USB Type-C, кстати он ОТГшный, что огромный плюс, мы там дальше рассмотрим его функционал. Еще есть слот для карты памяти и резиновая заглушечка. Эта заглушка у Дарвина вот на этом месте был разъем для наушников, а на Магеллане его ставить не стали. Но лично я не слушал проводные наушники уже миллион лет, а подключить беспроводные можно по блютусу без проблем. Ну и осталась только обратная сторона. На ней особо ничего примечательного нет, разве что вот чисто покажу, что вот в синем цвете пластик менее марки, чем в черном. Ну и, как я уже сказал, синий красивее на мой вкус. Ну, теперь включаем. Экран заставки, как вы видите, стилизован, стилизирован под розу ветров. Ну то есть вся общая тематика этого парусных исследований, вот всего вот этого. Загрузка быстрая, сейчас вот в реальном времени, при желании сможете посмотреть. Встречает нас привычное меню с четырьмя основными пунктами. Ну и прежде чем мы нырнем в настройки интерфейса, хочется про сам экран поговорить немного. Тут установлен топовый как для Onyx, так и вообще E-Ink карта плюс с плотностью субпикселей 300 ppi. Ну, для тех, кто не в курсе, технология E-Ink электронных чернил заключается в том, что под воздействием магнитного поля в слой экрана меняют свое расположение микроколбочки с пигментом. Ну и чем эти колбочки меньше, тем изображение лучше, детализирование и так далее. Вот пример со старыми экранами. А вот в карта плюс, даже в микроскоп уже отдельную вот эту вот капсулу или субпиксель не разглядеть. Вот, ну и по причине того, что нет постоянной смены изображений, как на обычных там жидкокристаллических экранах, есть мнение, что электронные книжки меньше вредят и утомляют глаза. Я склонен с этим мнением соглашаться. Но вот самая, на мой взгляд, офигенная киллер фича электронных книг – это автономность. Все мои книги от Тоникс Букс живут по две недели минимум при условии чтения в районе трех часов в сутки. Плюс эти экраны не слепнут на солнце, мало бликуют и имеют углы обзора там 180 чуть ли не градусов. И именно поэтому читалка, она меня сопровождает, ну, вообще во всех поездках. Телефон там довольно быстро разряжается, а почитать книгу всегда там в каком-нибудь аэропорту, самолете, гостинице, где угодно, в палатке. Я многократно брал с собой в походы. Еще в плюс наличие тут у нас Wi-Fi, Bluetooth и OTG – это все зачастую позволяет перекинуть на книгу именно часть функций смартфона с целью экономии его зарядки. И у книги, опять-таки, экран будет побольше, и глаза не надо будет вот в кучку собирать. В данном случае у нас 6 дюймов. Далее, при встроенной памяти в 32 гигабайта я с легкостью еще могу подрубить внешний жесткий диск. Ну и скинуть там туда-сюда почту, рабочие файлы, какие-то документы. Если они каких-то распространенных форматов, могу их посмотреть и даже отредактировать. А можно, например, вот я делал перебросить фотографии с фотоаппарата, когда флешка на нем забилась, на жесткий диск переносной. Ну вот, если съемка в JPEG, даже посмотреть можно, но, естественно, в черно-белом формате. А можно еще дальше пойти. Вот если есть какой-нибудь хаб, не хаб, как это называется, вот у меня девайсик такой есть. Можно одновременно подключить кучу всего и организовать чуть ли не полноценную рабочую станцию, например, с текстами. Если надо набросать заготовку статьи. Клава, мышь, там, внешние жесткие диски, HDMI, все это подрубается. И даже не обязательно через беспроводные интерфейсы. Ну и если, опять-таки, будет необходимость, можно через Wi-Fi вылезти в интернет. По серфе там или вообще статью туда выложить. Только что написано. Ну это все удобно, но мы отвлеклись от самой важной функции. Это непосредственно чтение. Самая первая вкладка – это библиотека. Встроенная прога для чтения, она достаточно мощная и удобная. Есть большая вариативность как сортировки, так и фильтров поиска. Практически все характеристики, начиная от частоты обновления инк-экрана и заканчивая срочным интервалом, шрифтами, наклоном, отступами, это все настраивается. И физические, сенсорные кнопки, жесты также можно настроить. Причем как для короткого клика, так и для удержания, для мультитача, по-моему. Даже не выходя из книжки, есть доступ к быстрому какому-то менюшке и к верхней шторке. Кстати, раз уже зашла речь про шторку, тут могу обратить внимание на подсветку. Тут стандартная для OnyxBook соотношение холодных и теплых диодов. Мне поначалу такое управление было неудобно, но в своей третьей книжке я уже подпривык. Подсветка, кстати, тут без мерцаний, регулируется она не шибом, а током, что опять-таки только идет на пользу глотам. Далее, все, что скачано на девайс, оно хранится во вкладке внутренняя память. Это вторая вкладка слева. Следующая или третья вкладка, это приложение. Из нового тут добавили BookMate, ну, может быть, кому-то надо. Также тут отсюда можно запускать приложение. Это все-таки просто на Steam Android, можно без проблем, 11 причем. Можно без проблем поставить Google Play, качать всякие приложухи. Меня часто спрашивают, можно ли телегу поставить. Да, можно. Ну и финальная вкладка, это у нас настройки. Вот тут как раз все жесты, кнопки и прочее редактируются. Также можно посмотреть расход батареи, прогноз, насколько этой батареи хватит, там подобное. То есть, довольно все удобно. Ну и в конце, пожалуй, затронем тему читки, чтения PDF-файлов. Часто вот как раз копии ломаются на тему PDF-файлов. Ну, 6 дюймов, на мой взгляд, конечно, для этого маловато. Но на работе я периодически юзаю книгу в качестве третьего экрана. Чисто вот какой-нибудь типовик подглядеть. И теперь у меня есть влажные мечты о мониторе. В общем-то, как раз на электронных чернилах, чисто под нормативку. Чтобы с него удобно вот эти вот тексты читать. Ну и, кстати, сама эта вот программа PDF-чтения, да, может распознавать тексты. Даже там вот гостовский шрифт читает. Может на что-нибудь скопировать, выкипировать. Опять-таки, переслать на почту, там сбросить на какие-то другие девайсы и тому подобное. Ну и что в итоге? Книжка прикольная. Очень качественный экран. Серьезная начинка. Ну, для любителей карманных форматов, да еще с физическими кнопками. Прям самое то. А у меня, пожалуй, на этом все. Как обычно, спасибо, что досмотрели до конца. Все лайки, там дизлайки, комменты, подписки, отписки только приветствуются. И спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok